Что, здорово, YouTube, с вами Джон, он же Лопин312, стример Десни 2 на Твиче. Сегодня перед живой аудиторией мы записываем нашу реакцию на видок от Банжи, закалённый в шторме, называется. Длится он 15 минут, так что будем развлекаться сейчас, погнали. Закрани света запускает следующую трилогию историй, которую мы хотим рассказать в Десни. Игроки раскроют настоящую тьму и свет, узнают много о тьме, и по факту они будут владеть ею. Зону комфорта вы покинете и отправитесь неведомо. Что делает тьму тьмой, тёмной, вот так? Кто прав? Кто не прав был? Ух ты, Ульдран. Как это знание поменяет персонажей, которых вы знали всё это время? Закалённый в шторме. За грани света это начало нового воскрешения. То есть, до этого тьма сражалась со светом, а сейчас мы вступаем в серую зону. Так, в предыдущем сезоне персонажи разделились, и нам приходится их понимать, чтобы выбирать сторону. Типа, куча локаций пропадёт, а что с этим мы будем делать? Бега шлёпанся у него. Так, мы увидим персонажа, которого не было в игре пять лет, или даже шесть. Ну, и ей есть, что сказать. Я узнаю больше, и ты узнаешь больше. Она нас познакомит с тьмой, и единственный способ пройти через это, узнать это. Почему тьма пригласила нас сюда? О, Страж говорит. Опять. Европа — это прям как временная капсула. Европа большая, очень холодная, красивая. Одна из самых красивых локаций, которые я видел в игре, в видеоигром «Идустрии». Многое было построено на Европе в Солотом веке, и многие вещи, построенные над землей. Всякие там, исследовательские фабрики, которые толкают технологии вперёд. И мы увидим те вещи, которые, по идее, не должны привидеть. Игрокам будет очень прикольно всё это дело раскрыть. Пошёл музончик. Ну, крутые локи. Шторм в Европе — это то, что мы хотели сделать очень давно. Мы хотели, чтобы он чувствовался таким вот... промозглым прямо. Типа, вы гуляете по открытому пространству, и начинает внезапно что-то происходить. Вы едва сможете залечить там эти огоньки. У падших и вексов, потому что буря будет вообще нормальная такая. Ну, окружение будет меняться постоянно. Ну, они об этом говорили предыдущих в Абу, что будет динамическая смена погоды и так далее. Европа сама по себе достаточно такое зловещее место. Будут там куча пашек, куча эликсиней там... Которые будут нам мешать жить. И их мотивация достаточно интересная. Сегодня мы будем разрывать наши цепи. Эрэмис бросает вызов куче всего. Она... ...очень обеспокоена вашими взаимоотношениями со странником. У нее есть свое видение событий. И падшим надо было за кем-то следовать после коллапса. Нужны новые предметы, чтобы сражаться с морсильниками. Типа огонь с огнем, лед со льдом. Стасис — это не только сочетание новых ульт, но и так же тип урона. О! Показывает нам опять... ...все эти артефакты. Геймплейная идея, типа, всех там вокруг замораживать. Ребята очень долго на всем этим думали, концепты разрабатывали. Такая кристаллизованная структура. Так что, когда мы называем космическое заморозка, и космос приходит. Когда вы замораживаете это, вы сможете это разбить, естественно. Осколки льда вас могут ранить и так далее. Можно также апгрейдить, ну, обновлять ваш стадис и так далее, при помощи фрагментов и аспектов. Ну, про которых мы... ...про которые мы ранее говорили. Ну, типа, в зависимости от того, какой у вас класс, какой фрагмент, вы сможете... ...вы сможете выбирать, ну, кастомизация богатая будет всего этого дела. Ну, опять же, это... Они обо всем этом так вот уже упоминали ранее, но это такая вот сборная солянка всего вот этого дела. Короче, всех отправили на неделю в полет свободный, чтобы они начали искать звук космического льда. То есть, сидели там, вот, ну, увидели, да? Пытались все это дело устроить. Немножко страшновато по ночам, как это звучит. Понимаю. Прям генерация звука по полной. Это не то, что там разрабы блокмесса там своих жён шлёпали по попе. Для звуков. Мама, я в телеке. Давайте делайте. А, вот они поработали над... Нет времени объяснять пульсу. Это не просто пульса, который возвращает вам патроны, но также появляется и шарик, который будет стрелять по противникам. О, крестики-нолики, ничего себе эмоции. Ну и меч, который будет сквозь барьерников. Бить. А, ну, уже такие байзи, типа, это будет основная причина для многих делать и купить меч, который барьерников бьёт. Такая циркулярная пила. Для заграни света мы хотели построить, ну, уникальные предметы, под помощью которых... Можно будет продвинуть геймплей. Когда ты включаешься, ты, типа, такой, входишь в позу и начинаешь всех бить. Ну, вот про экзотические шмотки и пушки. У них были отдельные видосы пару недель назад. Коже там, кто пропустил, можете на канале посмотреть. В принципе, достаточно вкусные экзотики выглядят, особенно вот на Титана как раз. Ну, и на Варлока. Вот, насчёт Охотника и ХЗ. Ну, там есть, конечно, теле... О, Космодром. Здесь первая часть локации. То есть, новый игровой опыт. Для тех, кто... С этим очень ознакомился. Опа. Телепортики. О, а там вход в бункер распустен был. Кладбище кораблей. Прикольно. Но смотрю по-другому где-то в второй части. То есть, локация старая, а будет новую историю рассказывать. Новый игровой опыт. Ша-Хан. О, Шо-Хан. Так, ну, вроде не гладь. Слава богу. Зато хоть показали в обе шлемы. О, знаки девяти у нее. Орик. Так, столкнулись с Орак. Существует... Существует... Орик. Ага, наконец-то Страж говорит, да вообще, он очень много к тебе говорит. Да ладно. Да ты гонишь. Да ты гонишь. Да ты гонишь. Ульдран. Мы тебя предупреждали, что это будет. Так, срочно Ульдранов в чат. Типа Ульдрана воскресили после одного из посещений королев, вот нам показывали. Он теперь называет себя Ворон. Он не знал, что он сделал, его память очищена, но его воскресили как Стража. Мы знали, что он сделал, и мы знаем, что он может сделать. Типа как мы на него посмотрим, как мы на себя посмотрим теперь. Типа Ворон и Осирис попытаются остановить криптоглифы новые, криптолиты. На городе грез. Зиву Арат там корруптирует, ну, оскорняет там себя и своих последователей. Блин, ну круто, Ульдранов возвращается. Верните, Кейда. В конце четвертого года Зиву Арат там что-то будет делать, очень страшное. Дура, верни стену. Ульдран будет на службе Баука? Ну, он в авангарде будет, у него же Страж видели. Очень много историй, которые мы собираемся рассказать. Есть очень много всего, на что мы будем смотреть в будущем, на что мы будем надеяться и так далее. Типа, очень много работать надо будет, очень много делать и так далее. И очень надеяться, что люди ворвутся в это DLC, короче. Нормально ли я? Все хотят Ульдрана удалить и восхищать бесконечно. Вот насчет Ульдрана, кстати, забавно. Ворон это имя, которое должно было быть у него изначально при разработке первой части. Это был вообще другой персонаж. Ну, короче, разработам говорят на то, как они воодушевлены и так далее. Ну, тут понятно все. Лучше Дни Десси не впереди. Ну, блин, это игрокам судить, я думаю. Все равно Удаля-то заново поставим. Не, ну крутяк, крутяк. Замутили, замутили. Прям вообще все карты на стол. Купи! Да! Ульдран Агент Паука. Круто, круто. Так. Надо сейчас проверить, есть ли у нас там еще какие-то материальчики. Секу. Ну-ка, ну-ка. Так, дорожная карта. Сезон Охота. Посмотрите документальный ролик, о котором разработчики подробнее рассказывают о наших планах на четвертый год игры. Так, это мы уже посмотрели. Далее 10 ноября стартует Десси не 2, загоню света. И стражи отправятся на Европу, чтобы последовать таящиеся там угрозы, загадки и силу. Кроме того, 10 ноября начнется сезон Охота, и вы сможете получать ранги и награды сезонного абонемента. Забрать артефакт и приступить к его настройке и усилению. Сюжетная миссия и новый вид заданий. Охота на гневорожденных откроется через неделю после запуска 17 ноября. Начиная сезона Охота, большая часть сезонного контента, а также все предметы и снаряжения будут доступны на протяжении всего четвертого года. Мы надеемся, что благодаря этому вы станете меньше, чем в прошлых сезонах, переживать, что не успеете увидеть те или иные материалы. В течение всего четвертого года вы в любой момент сможете вернуться к сезонным сюжетным миссиям, заданиям и добыча. Ага, даже так. Так, представляем вам календарь за гранью света и сезона Охота, где вы сможете ознакомиться с тем, что мы для вас подготовили. Так, что тут у нас, Страж? То есть, 10 ноября. За гранью света. Начало сюжетной кампании за гранью света. Доступ к стадису. Титан-чудище. Варлок-заклинатель теней. Охотник-ревенант. Ну, это подклассы, да, новые. Поручение. Экзотический гранатомет. Хватка. Спасение. Это для обладателей DLC. Бесплатно для всех игроков, что будет. Новый пункт назначения Европа, обновленный космодром, новая сезонная броня и экзотическое оружие, новый налет в плейлисте, новые затерянные секторы, более 100 сезонных рангов, новый модификатор артефакта, новые триумфы, шейдеры и эмблемы, железное знамя и рассвет. Понимаем. Типа, стандартно. Так, далее что? Сезон охоты с ноября по февраль. То есть, сезон продлится у нас 4 месяца. Ну, как я и думал, в принципе. Ну, не устраивает же сезон на 1 месяц. Ладно, то есть, 11... 10 ноября что у нас? Открытие сезонного артефакта и линейки наград. Начало имперской охоты. Видимо, новая активность для шестерых человек будет или для четырёх. Ну, посмотрим, ладно. Запуск налета «Хрустальный путь». Чуть не... Начал считать «Хрустальный этот», как его называют. Подумал, что «Хрустальный черток» будет. Ну, типа, «Волт в глаз». Ладно. С 11 ноября по 1 декабря. Раскройте тайны Европы. Затем 13 ноября у нас будет добавление адепт-оружия в испытания. Ну, почти сразу, я так понял. Через 3 дня испытания Осириса. После старта. Затем начало сезонного поручения 17 декабря. Начало охоты на гнева рождённых. За 21 числа ноября запуск рейда «Склеп Глубокого Камня». 12... Подожди. 8 декабря первое железное знамя. С 15 декабря по 1 января рассвет. Ну, новогодний ивент. Надо будет, кстати, уже потихонечку новогодние смайлики на канал добавлять. И не только. Ну, окей. То есть, да, инфа только пока что до начала января. Новое экзотическое оружие и броня будет. Хук Мун. Эх, всё-таки не стали переводить Хук Мун. Я так надеялся, что его Ястреблун назовут или Ястребиной Луной. Ну, типа, по приколу. Ладно. Хорошо, хорошо. Небесный Удар. Тоже там. Нет времени объяснять. Дуальность, Хватка Спасения, Плач, Ледосфера, Маска Бакарис, Объятие Атрис, Хор Рассвета, Некротическая Хватка, Драгоценные Швы. Ну, здесь вы видите, да, тут в перемешку пушки и шмотки перечисляют. Многие из которых уже были в предыдущих видосах упомянуты. Банджи. Понимаем, понимаем, понимаем. Так, сейчас. Так, мне тут доложили, что где-то засверкал Хук Мун. И где-то у нас стоял завал рядом с кабалами в трейлере. Ну-ка, посмотрим. А, ну здесь с русскими субтитрами просто. Прокача Лайтапа был отдельный твап Лизго. Что делает Тьму Тьмой? Ну тут, а я такой думаю, чего там на Мульдорна показали. Так это уже он был тут уже в самом начале, мы ее пропустили. Я почему-то подумал, что это королева и такой, ну, ну и фиг с ней, смары с опытом. Не, ну шучу. Блин, а вдруг королеву еще затащат? Какие персонажи, которых мы шесть лет уже знаем? Ну, Уэрис, конечно, неплохая накидка ночная. Закаленные в буре, то есть это на русском будет называться. А, понял, Мефисто. Ну, сейчас доберемся. Блин, прикольная, конечно, конструкция. Блин, это действительно начало нового разведения. Гардианцы, за долгое время, были в буре в буре, где эта алтурическая форка борта с врагом. И теперь мы начинаем двигаться в эту грей-аре, между светом и тверком. Если твердость приезжает, мы должны приезжать. Я не буду сенсорить это. В сезоне вовремя, вангардах убедились. Есть некоторые персонажи, которые говорят, что мы должны бороться на эти корабли. И есть другие персонажи, которые говорят, что не, 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 мы должны узнать, что они хотят. Мы должны узнать их и понимать больше. Но это действительно происходит. Начинается сюжет. В следующем году здесь не представляет, как персонажи на разных классах реагируют на исчезновения и так далее. А, ну вот, собственно, где тут у нас... То есть тут у нас и кабалы стоят, и завала, и осирис вот сзади тоже. Ну, типа, там какой-то у них нормальный такой будет... Сходняк, коллаборация, кроссовер. То есть у нас, помимо ручных падших, будут еще и ручные кабалы. Блин, артефакт показали где-то или нет? Я все-таки думаю, что это будет пирамидка. Ну, должна быть пирамидка. А вот эта отсылочка. Она просто в первой части любила говорить, у меня нет времени объяснять. Почему нет времени объяснять? А тут она такая, как только я что-то выясню, ты что-то выяснишь тоже. Артефакт в мапе показали, я, наверное, внимания не обратил. Ну-ка. Сейчас. Давай, давай. А, вот этот. Господи. Это ж какая-то... Какой-то посох или что? Ну, допустим, ладно. О чем был видок? Ну, ульдран будет опять. Он возвращается. Погремушка, да, такая. Какая-то нановипка. Ну, здесь, как мы и думали, да, нам показали снова Европу, показали космодром. Показали способности, показали немножко сюжетки и так далее. Почему Тьма нас пригласила? Блин, персонаж говорит, какой кайф. Надеюсь, он будет больше говорить теперь. Завал и новый дом, минус. Морозилка. Чел на Трепел Рэка похож. Подо льдом куча тайн. Шторм на Европе Шторм на Европе что-то будет делать. А, ну да, про МСЧИТ ничего не сказали, ребят. Вещи начинают начинаться. Ну, достаточно, Тима. Но запись будет. Я просто сейчас уже по второму кругу смотрю, честно говоря. Просто моменты подчеркнуть какие-нибудь. Ну, видно, да, то, что падшие чем-то завладели, чем-то особенным и собираются это использовать против нас. Ну, это тут она цитирует Пиноккио, да, типа, я свободен, не... На мне нет никаких цепей, блин. Разбила сервитера, блин, ну, прислужника. Это же для падших святое, нет! Она прям вообще лидер, лидер лидерович. И парши знают, за кем надо следовать. Да, новый смайл. Прям кайфец. О! Так, ну чё, смотрим. 1268. Это вместе с артефактом. То есть сезонный ранг 31. Ну, новый интерфейс. Как вам, ребят, персонажа теперь? Чё-то у нас ещё есть. Ну, скорее всего, в Лайтушмотах будет 1260-й максимум. Ну, как там у нас на некоторых пушках сейчас. Сезона рассвета, к примеру. А артефактом, ну, бесконечно можно будет апать. Однако. Прикольно. То есть для рейда нужен будет 1230-й. Я думаю, там вообще сложности не возникнет его набрать. Учитывая то, что если hardcap будет 1260, а softcap 1250, то, блин, за пару дней доберёмся. Интерфейс похож как первый, но не мне судить. Ну, в первую часть он был такой, болотистый немножко. А во второй уже такой, сероватый. Ну, более тёмный, можно заметить, да? То есть прям такой совсем. Как будто вот... Страж с Сэмспэрол как с фонариком во тьме. Прям. Чуваки, геймпатер. О, Дима. Русский вперёд. Кристаллическая сущность. Пушки вон новые. Да это, по-моему, не пушка даже, а обилка Варлока, ну, которую нам до этого показывали. А, ну... Ну, вот, походу, это новая пипега. Да, ульт. Опять это нагатая гарпия? Блин, я пропустил нагатую гарпию. Ну, блин, реально, гарпия с ножками, я теперь не смогу это развидеть, ребят. Ну, ещё, когда-то мы это нам показали в приколюшном ролике. Да, ворон будет в интерфейсе? А, да, точно. Что там у нас? То есть, пипега, скаутка, гранатомёт. Так, ну, это у нас уже всё было. То есть, у нас новая ветка прям даже будет. Как бы сказать, новую интерфейсу веток. Ну, типа, я-то думал, там отдельно для аспектов будет и для... Как он там назывался? Короче, для аспектов и для ещё какой-то фигни. Прямо решили переработать всё. Ну, на самом деле, не нравится то, что они решили переместиться больше к первой части по интерфейсу. Так, щас, Секлу. Да, фрагмент называется, чё-то я протопил Секлу. Космический, блин. Не, ну, вы посмотрите на это только. Опять это гарпия на ножках. А давайте совместим гарпию с минотавром, а давай. Какая прелесть. Салфинки заканчиваются чудёй, да не знаю, каста. Не знаю, честно. Да, да, аспектов и фрагменты. Всё, стример спокоен теперь. Я почему-то забыл, как фрагмент называется. Так. Замораживает близко находящихся врагов. Так мы это всё смотрели, да, чё я? Геймпад от Эксбокса, по-моему, даже Эксбокс Элит у него был. Блин, нормально, поставил рифт и заморозил всех. Я надеюсь, это не только при статусе будет работать, это прям вообще имбовая фигня будет. Ну, серьёзно. Ну, при помощи аспекта или фрагмента это, типа, активировать всё. Чисто. Ну, вот, смотрите, просто рифт поставил, и всё, в противники заморожены. Ну, класс. Да, возвращение Ультрана это интересный момент в сюжете. Я надеюсь, они ещё королеву вернут. Марусов. Сбор источников, ну, понятно. Это уже было. Ну, типа, ничего интересного. Я просто пытаюсь какие-то фрагменты выцепить. Прикольненькие. Это экзотическая снайперка, интересно-то. Электрическая. Блин, прикольная шляпа. Не, ну, прихлоп. Типа, Илья. Интересно просто, что с этим Ультраном будут делать. Как они... Ну, теперь его Вороном будут называть Кроу, да? Ну, блин. Любопытно же. Ну, когда персонаж сперва был злодеем, а потом становится героем, ну, это какой-то тоже из-за взряда, как бы сказать, развитие персонажа. Сможем ли мы своё мнение о нём поменять? Типа, до этого все его ненавидели, а сможем ли мы его полюбить? Вот в чём вопрос. Ну, наверное, нет. Но, может, какая-то эмпатия всё-таки появится. Типа, он будет... У него свой фильм «С помнить всё» будет развиваться. То есть, он будет пытаться понять, за что его все ненавидят. Там, скорее всего, парочки диалогов будут с этим связаны ещё. Ну, и пытаться, я не знаю, как-то искупить свои старые грехи, возможно. А может быть, нет. А может, он так и останется козлом. Ну, типа... Он просто, даже несмотря на то, что Ривен влиял на все его действия, он всё равно, ну, с гнильцой был. Даже в первой части в сюжетке. Ну, было видно, да, то, что у него есть какая-то такая тьма. Ну, не доверяешь ему, типа, ну и рожа у тебя шарапов. Вот из этого разряда. Синичка-сестра Ворона, да. Вот просто реально, отпишите в чате, кто ультрону собирается дать шанс, а кто его продолжит ненавидеть, типа... Ну, плюс или минус, короче. Не, ну, антибарьерный меч, это, конечно, круто. Ну, давно пора было сделать, а то Ириана, я думаю, всех за год достала. Хоть какое-то разнообразие будет геймплейное. И, надеюсь, зайдёт. Ну, ясен фиг, там, против некоторых боссов придётся по-прежнему брать анархию, но всё равно круто. Кстати, кстати. А ведь реально, нам... Вот сейчас я тут переключусь. В дорожной карте ничего не сказано про Грандмастеры. То есть, про Асириас обновление есть, а про Грандмастер ничего. Ну, я думаю, они всё-таки будут всё равно. Ну, просто новые. Но странно, что о них ничего не решили не говорить. Всё-таки ингейм ПВЕ контент. Так или иначе. Пила, блин. Пила-топор. Экзотическая броня. Ну да, история офф... История искупления, оффредемшн, да, типа. Джон, у тебя же... У него же хантовские мячорки, он по-любому какой-то кэп-добе веке, и за него, как-то, будет рулить нотка юмора. Ну, естественно, да. Не хватает линалёта в Грандмастер. Лучше меньше инфы, а то выйдет как с бастионом. Ну, посмотрим. Есть инфа про трансмог? Пока нет. Пока не было ничего такого. Но... На всякий случай, больше шмоток лучше сейчас убивать, что в коллекции были. О, а это, по-моему, подожди. Вот эту локацию я не знаю, но это Европа, наверное. Ну, здесь показывает, как эта милишка будет работать. Во, вот эту локу я помню. Это она из-за... Какого? Из-за Вилов Крота налёта. Ну, из космодрома. Ну, это, конечно, жесть. Вот, милишка Варлока. Я представляю, как от неё в ПВП будет подгорать. Подгорать в прямом и переносном смысле. Но это же как у Титана, да, вот эти? Дюн-машины. Просто ты, главное, ещё кого-то убиваешь, и у тебя при этом ещё и включается баф. Ну, от убийства рукой. Ну, на револьвере, к примеру. А потом понерфить до неиграбельности, да? Что там был за пулемёт? Это где, примерно? А, вот этот. Ну, очевидно, что новый пулемёт. Тут, правда, не видно, какой скорострельность у него. Но, типа, можете предположить в комментариях? По-моему, 900-ый, кстати. Чё-то как-то он слишком быстро наяривает. Да, 900-ый пулемёт. Это нехронический грипп. Если вы встречаете вагу тралов, которые выходит на тебя, вы можете нанести их с твоим атаком, и это начинает бурзать и начинать каскадить... Но новый Delirium Bungie вряд ли сделают. Он слишком хороший был. Космодромчик. Космодромчик. О, а эта локация была в сюжетной миссии. Это... Вот, сейчас скажу, где примерно. Вот здесь, на эту башню можно было подняться в одной из миссий в первой части, и нам её показали, я так понял. Там это она была в сюжетке отвернутых. Ой, то есть не отвернутых, от Экинкинга. Что паукот нас нужно, узнаем. Но вот по поводу этой милишки новой... экзотики новой на Варлока. Если яд будет врубаться от стреляющей милишки Варлока на верхней ветке, то это будет вообще трэш. Что за револьвер? Да, обычный револьвер. Легендарный, походу. Так, и не сказали, сделать ли испытание только для платников. 120-ый? 120-ый, окей. Прям вообще кайф. Вот здесь, как я ранее упоминал, да, было показано, как бы сказать. Было показано место, где там надо спускаться было в бункер Распутина, который на земле находится. Ну, кому интересно, можете набрать в чате высадительный знак Космодром. Там у меня есть цикл видосов, посвященных этой локации, которая в первой части была. И которые переносят во вторую. Но здесь, естественно, слава богу, у нас тут будет больше телепортов. Потому что там ты появляешься на старте, на Skywatch... Подожди, на каком? Вот здесь, вот в этой локации. И все. И типа ходи. А тут можно будет телепортироваться, слава богу, во второй части. Блин, как я рад телепорту. Но выглядит реально по-другому локация. Такая более насыщенная цветами, что ли. Целых два имени из Форсажа? Шоу-хан? То есть, Хопс и Шоу? Типа, отсылочки пошли. Надо же назвать персонажа в честь персонажа из Форсажа. Лоу. Спасибо, Свету. Я не думал, что тут другие патрулируют. Блин, тут Шоу-хан вроде без маски был. Блин, вот сейчас, ваше предположение, на кого он похож? Мне кажется, он похож на Лазарева. Серьезно? Это типа, он без маски. Достаточно скилловый охотник, который ведет опасные миссии по Солнечной системе. Это индустрия. Люк Смит. На чейве спортсмена. Привет, радист. На продавца из пятерочки. А Хамкары на руке? Ну, а почему нет? Да серьезно, пацари. Хамкары на руке, где революции остались. Другие силы берут преимущества в текущем для двигаться вверх. Не, но мне нравится, у них там такие разные разрабы, разных там вообще комплекса и так далее. Блин, просто кучу людей показали. Зивуа Раф, сестра Орыкс, и она берет эту возможность построить армию. Зивуа Раф. Погоди, погоди, погоди. То есть, это дерево жизни у нас еще будет. Сезон охоты начинается там, где заканчивается сезон прибытия. То есть, у нас начнется какой-то ивент, они его прямо сейчас, я так понял, тизерят, ну, про который, на который там эмблемка еще есть, который будет завершать сезон и начинать новый. Похоже на Павла Дурова. Зивуа Раф, сестра Орыкс, и она берет эту возможность построить армию. И мы работаем с Осирисом, остановить ее. Осирис идет, проникает эти хайв-гроуфы, которые двигают кембатистов вновь. Вот, интересно, это в конце этого сезона будет, или в начале следующего, или это в течение года вообще происходит, они там просто потом сказали, да, то, что нам тут тизерят, что весь сюжетный контент будет доступен на протяжении всего года. Не, если начнут с Осириса, там, где он там пытается что-то с ней сделать, это прикольно. Ну, здорово. Мы предупреждали, что будет опасно здесь находиться. Не, ну, класс, класс. Не, ну, Ульдран теперь точно не будет вендором космодрома. он будет нашим отдельным братюне боевым, блин. Сука. Невозможно. Ты как живой-то? Наконец-то возвращает историю, которая закончилась в отвернутых. но в русской версии все-таки ворона будут называть. Он не знает, что он сделал. чистым, когда он воскресил. Как гардин. Мы знаем, что он сделал, и мы знаем, что он может быть способен делать. Так что мы будем заниматься время, смотря его и дальше. Это вопрос о том, как мы смотрим на него, как мы смотрим на себя, как мы смотрим на свет, как мы смотрим на текущность. Ну, типа, хотят, чтобы мы пересмотрели свою систему ценностей, там, не знаю, научились, как вот мы относимся к противникам, как мы относимся к союзникам и так далее. Ну, Вот, наконец-то в Destiny появляется какое-то двойное дно. А то до этого было черное и белое. А они, по-моему, об этом и говорили даже вот в трейлерах. Ну, и в этом и о всем. Я, может быть, даже будут неожиданные повороты? Я вот, я был бы не против. Потому что этого не хватало реально. Оскверняют там Кабалов, Элексин и так далее. Ну, то есть, походу, Зива Рад будет после, Элексин? Или в процессе? Мы там параллельно с ними сражаться будем? Ладно, узнаем. Ну, напишем в Дискорде, Радис. Круто, круто. Не, ну, жду. Они каждую неделю просто теперь сидят и травят трейлерами. Все бабки просто тупо на стол. Очередной сколлационный протокол будет, думайте. Тушенка. Поворот будет, если античит запилят. к сожалению, Дэм. Ну, будем ждать, как говорится. Верните носки. Да уж, здорово, Макс. Ладно, отпустим наших товарищей на Ютубе. Надо все-таки ролик залить. Ну, сейчас пока можете написать, ребят, что думаете по поводу видока, что заметили, что там, как говорится, looking forward to, на что, на что надеетесь, чего боитесь и так далее. Ну, помимо античита, это понятно. Ладно. на Ютуб, когда запишешь, да вот сейчас прям запишем. Можете, кстати, ребят, с Твича передать Ютубу привет, но пока что ролик заканчиваем. Всем спасибо на Ютубе, кто смотрит, кто посмотрел, точнее. Не забываем лайки поставить, подписаться на канал, кто еще не подписался. Ставим, нажимаем на колокольчики и пишем какие-нибудь комментарии, что вы думаете по поводу ролика и того, вообще, в принципе, ждете ли DLC. Ну, а мы пока что продолжим дальше смотреть. Я просто хочется еще разок пройтись, там с деталями ознакомиться. Ладно, Ютуб, всем пока, Твич, мы тут продолжаем смотреть еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok